Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Какие программы важно реализовать до 26 года, обсудили коллеги из разных городов. В Сочи прибыли врачи, учителя и общественники. Четверку за благоустройство. Такую оценку у микрорайона Голубые дали поставил глава Сочи. 3,5 миллиона заплатила компания за неоформленных работников. О судебном прецеденте напомнили нарушителям сегодня в мэрии. Национальная парусная лига снова в Сочи, хотя должна была быть в Геленджике, но спортсмены неожиданному переезду рады. 20 миллионов рублей в этом году направят в Краснодарском крае на развитие самбо. Финансирование идет по программе внедрения в школы уроков самообороны. С 1 сентября такие занятия будут проходить в школах регионов в качестве эксперимента. Механизм работы губернатор сегодня обсудил с министрами спорта и образования Кубани. Выделенные 20 миллионов рублей направят не только на закупку необходимого оборудования, но и на повышение квалификации школьных тренеров. Любой спорт – это философия в первую очередь. А философия – это очень важно для духа бойца, потому что сперва нужно победить духом, а потом нужно победить физически. И я считаю, что самбо как раз отвечает этим требованиям. Но, к сожалению, секции самбо и тренера по самбо в крае по час днем с огнем не найдешь. Вот это неправильно. То есть вот эти виды спорта, которые сегодня, они почему-то оказались дефицитными. И, тем не менее, они востребованы. То есть эксперимент пройдет успешно, все-таки, то я думаю, что мы эту практику распространим на все школы нашего края. Ведь это максимально доступный, дешевый вид спорта. Уж точно коврами мы обеспечим все спортивные секции, спортивные клубы и школы. И бери, занимайся. Вот это очень важно, чтобы дать возможность мальчишкам, активным мальчишкам. На Кубани очень активные ребята, волевые, все-таки, чтобы они свою энергию выбрасывали на ковре. Сегодня у нас есть и преподавательский состав, который пройдет повышение квалификации. Да, это две недели, это 72 часа. 155 человек – это учителя физкультуры с навыками борьбы. У нас есть методические рекомендации. У нас есть возможность за каникулярный период до 1 сентября внести это все в учебные планы и программы и запустить проект в 150 школах. Занятия самбо в школах Кубани будут проходить в качестве третьего урока физкультуры. А к 2021 году тренировки по самообороне планируют ввести во всех общеобразовательных учреждениях. Послания президента и, в частности, как будут реализовываться программы, озвученные Владимиром Путиным, обсудили сегодня в Сочи. На межмуниципальной партийной дискуссии «Единая Россия» направление 2026. На курорт приехали врачи, учителя, общественники и депутаты из города Туапсе. Коллеги поделились своим опытом. Подробнее Инга Габешия. В сочинском отделении «Единая Россия» сегодня работало шесть дискуссионных площадок, соответственно, по шести направлениям, акцент на которые в своем послании сделал президент страны. Это здоровье и экология, образование, социальная сфера, городская среда, достойная жизнь и обновление партии «Единая Россия». Коллеги из Сочи и Туапсе обсудили достижения в этих вопросах, а также поделились проблемами, которые требуют решения. На заметку же соседи взяли методы реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Надеемся, что то, что мы сегодня обсудили, те пожелания, которые мы хотим отправить в «Единую Россию» на краевой и федеральный уровень, нас услышат, они будут реализованы на благо наших городов. Сегодня мы приехали чуть раньше, погуляли, посмотрели и, конечно, увидели благоустройство города Сочи. Есть что перенять для реализации у себя на территории. Дискутировали участники достаточно активно, о чем говорила оживленная атмосфера за круглыми столами. Многим даже не хватило времени, как, например, учителям. В секции образования говорили о создании комфортных условий для обучающихся, о необходимости строительства школ и детских садов. К слову, эта проблема сегодня активно решается в Сочи. Еще подняли тему необходимости финансирования дополнительного образования и нового толчка для профориентационной работы. Сейчас тенденция идет такая, что дети до 30 лет сидят на шее родителей. Это ненормально. А мы в свое время, в 16 лет уже работали. Поэтому считаем, что на производстве должны создаваться классы различные и в СУЗах. Вот топ-синцы хороший опыт нам рассказали, как на нефтебазе создаются классы по нефтепереработке, по специалистам, которые будут нефтедобывающей работать, специальности. Поэтому, конечно, это тоже интересно. Единороссы не просто обсудили каждый блок из послания президента, но и наметили задачи для реализации всех программ. В итоге была подписана резолюция межмуниципальной партийной дискуссии «Единая Россия» направление 2026. На всех дискуссионных площадках подготовлены проекты резолюции. Мы их объединим и вместе с группой нашего актива в понедельник, когда будут такие же дискуссионные клубы на уровне регионального отделения партии, поедем и озвучим от вашего имени эти предложения. Принимается такой порядок? Принимается. При местном же отделении партии «Единая Россия» совместно с администрацией Сочи решено создать дискуссионную площадку по принятию заявок от населения. Направления могут быть различные, касающиеся как профессиональной, так и досуговой деятельности. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Глава Сочи Анатолий Пахомов микрорайону «Голубые дали» поставил твердую четверку за благоустройство. Во время очередного обхода этой части Адлерского района мэр курорта отметил, что улицы здесь чистые и ухоженные. И это работа в том числе общественности. Это плюсы. А вот чем глава города остался недоволен, расскажем в нашем материале. С самого утра на «Голубых дали» начинаются работы по благоустройству. В Сочи объявлен краевой месячник. Дворники убирают мусор и опавшую листву, а вдоль центральной дороги микрорайона маляры и штукатуры приводят в порядок подпорную стену. В порядке должны быть и многоквартирные дома, напоминает мэр, указывая на неопрятные фасады, грязные окна, неотремонтированные подъезды. Прежде всего, это неудовлетворительное содержание самих жилых домов. Это, конечно, упрек, прежде всего, управляющим компаниям. Потому что управляющие компании должны следить и за чистотой фасада, и, конечно, чтобы были чистые окна, и, конечно, подъезды. Глава заметил, что контроль за работой управляющих компаний станет основной темой его обхода в мае. Внешний вид торговых объектов в микрорайоне также вызвал недовольство Анатолия Пахомова. Мы собираемся сегодня мыть его. Да нет, его мыть надо каждый день. Во всем мире. Прежде чем начинают работать, начинают мыть. Мэр напомнил, что от чистоты магазина зависит не только доход предпринимателей, но и складывается впечатление обо всем городе, который готовится встречать гостей чемпионата мира. Но не всем гостям здесь будут рады. Вот, например, парочка из Троицка у подъезда одного из домов с самого утра у подъезда пьет пиво и курит, никого не смущаясь. На замечания не реагируют. Мне не нравится, что вы сидите, дети ходят и вообще... А вы знаете, что деток пьет и его... За правонарушением грозит штраф или административный арест на 15 суток. Тем более, что рядом находилось много детей. В сочинских школах сегодня отменены уроки из-за экзаменов девятиклассников. Кстати, замечания школьников по оснащенности детских площадок глава также не оставил без внимания. Нужно привести в порядок все девять таких площадок микрорайона. Молодое поколение – это самое счастливое поколение. Оно растет во времена, когда в Сочи прошла Олимпиада, когда большое количество спортивных школ, и каждый может иметь возможность там заниматься. Молодое поколение живут в красивом городе. Естественно, они для себя формируют хорошую ментальность. Уже традиционно во время обхода мэр зашел в гости к двум ветеранам. Кирандук Сизо 35 лет руководил совхозом «Южные культуры». Антонина Масленцева 39 лет проработала санитаркой в санатории «Аврора». Анатолий Пахомов подчеркнул, ветераны могут рассчитывать на любую помощь от города. Например, ремонт в доме или медицинское обследование у специалистов. Давайте, если нужна моя помощь в плане того, чтобы побыстрее отправить на реабилитацию, пусть проверит хирург, если скажет, нужна реабилитация, дальше вы мне скажете. Я договорюсь, возьмут, даже если там нет у них каких-то путевок, все равно отправим. Договорились? Всего в городе проживает 3425 ветеранов. Из них 329 человек – участники Великой Отечественной войны. За каждым из них закреплены школьники и студенты, которые помогают пожилым людям в быту. Кроме того, квартиры 35 ветеранов, нуждающиеся в обновлении, будут отремонтированы за счет муниципалитета. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Максим Ковригин, телекомпания «ФКТ». Вести бизнес, не оформляя людей на работу, запрещено законом. Об этом должны знать все, особенно начинающие предприниматели. Сегодня в Сочи состоялось очередное заседание межведомственной комиссии. Уже 65-е по счету. Расскажет Елена Овсецина. Два года Сочи ведет борьбу с нарушителями трудового законодательства. Кто-то из предпринимателей сразу реагирует и исправляет свои ошибки, то есть устраивает людей официально на работу и выплачивает налоги, осчисления в пенсионный фонд заработников. Другие доводят до суда. В итоге уже было два прецедента, когда одна компания заплатила штраф в 3,5 миллиона рублей, другая – 2 миллиона 300 тысяч. Мониторинги контрольных групп администрации города по выявлению неформальной занятости будут продолжаться. Мы действуем строго в рамках законодательства. Строго. Мы требуем только исполнения трудового законодательства. Более ничего. Все, кто попал на МВК – это уже нарушители закона. Традиционно на заседании комиссии людей спрашивают, почему они принимают людей на работу и не оформляют трудовой договор. Ответы, как правило, одни и те же, рассказывает государственный инспектор труда. Незнание закона не освобождает от ответственности, но в основном сценарии везде одинаковые. Говорят, что семейный бизнес в трудовом кодексе, такое понятие не расписано, что это папа, мама, брат, сват и так далее. Но вот различные уловки, лишь бы только не платить налоги. Только в этом году привлечено к административной ответственности 60 человек. Нарушители оштрафованы на сумму 650 тысяч рублей. К сожалению, на МВК попадают и повторно. Этим грешит Лазаревский район. Например, мониторинг проходил на 19 объектов, 12 из которых вновь работали неоформленные люди. Более того, сами работодатели не явились в мэрию, а попавшись на нарушение трудового законодательства, дважды получили приглашение уже на заседание Краевой комиссии по охране труда. Там будет проведена доскональная проверка частного предприятия по всем пунктам. К слову, Сочи признан лидером по борьбе с неформальной занятостью в крае. Наш город приводит в пример и рекомендует другим муниципалитетам края также активно вести борьбу с нарушениями трудового законодательства, как на курорте. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ни одного документа на предприятии не было. Танцующая свадьба устроила пробку в Сочи. Видео попало в интернет и мигом вызвало бурю негодования. Об этом пишет блокнот Краснодар. Танцующие участники свадьбы в Сочи перекрыли одну полосу для движения на Мамайском перевале. В результате этого образовалась большая пробка. Очевидец снял происходящее на видео, однако решил убрать звук, поскольку его негодование было слишком сильным. Реакция правоохранительных органов отмечается на сайте, пока не последовала. Сочинская Задоринка вернулась с победой с международного конкурса детского и юношеского творчества «Атмосфера». Фестиваль прошел в Ярославле. Образцово-хореографический коллектив нашего города представил на суд жюри шесть танцевальных номеров. И каждый получил заслуженную оценку. Сегодня Задоринки вернулись к обычному графику. Теперь на репетициях акцент на классику – основу основ хореографии. А еще недавно, вернее целый год, девочки активно готовились к поездке в Ярославль. Уровень международного конкурса фестиваля «Атмосфера» накладывал определенную ответственность на коллективы. В первую очередь на руководителя Задоринки. Валентина Абедейко, ко всему прочему, худ рук Дома культуры Центрального района. И именно на этой сцене юные артистки отрабатывали свои номера. Мы возили танец народов мира, ну естественно русский танец, без этого мы никуда. И совершенно новое направление в нашей деятельности, именно в деятельности коллектива Задоринка – это эстрадный танец. И они в своей возрастной категории, в этой номинации были первыми, равных им не было. Нас назвали эксклюзивный коллектив из Сочи. Для нас это почетное очень звание, потому что мы достойно представили свой город. Программа, с которой Задоринка участвовала в международном конкурсе фестиваля, была не только разножанровой, но и без преувеличения мощной, говорит сама руководитель. У каждого номера своя сюжетная линия. Девочки перевоплощались в разные образы. От принцесс... А я не хочу, не хочу, врачу, а я полюбить, полюбить хочу. До обезьян. Я считаю, что у каждого из нас была своя победа над самим собой, над своими умениями. То есть каждый показал свой уровень мастерства. Репетировали постоянно, но, конечно же, хотелось бы исправить все свои ошибки, но так мне в целом очень понравилось. Мы хотели, чтобы наш город Сочи и наш коллектив выступил достойно, и чтобы жюри на нас обратило внимание, и чтобы у них были хотя бы какие-то впечатления о нас. В итоге Задоренко действительно произвела неизгладимое впечатление на судей, среди которых были и заслуженные артисты России, и солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Своё мастерство девочки проявили в момент форс-мажора. В середине индийского танца выключилась фонограмма, но сочинские задоринки не растерялись. Выключили фонограмму, пришлось танцевать просто под хлопки зрителей. Это даже было забавно и очень весело. Но мы, как настоящие танцоры, должны были продолжать делать то, что мы начали. Мы справились, и наша победа достойна. На международном конкурсе в Ярославле Сочинская Задоренко стала лауреатом первой и второй степени. Сейчас же небольшая передышка. Своими яркими номерами коллектив будет украшать концертные площадки курорта. Ну а осенью снова за победой в Казань. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Национальная парусная лига оформила дубль в Сочи. Сильнейшие яхтсмены страны после совсем небольшого перерыва вновь встретились в сочинской акватории. Хотя должны были соревноваться на втором этапе в Геленджике. Почему гонка не состоялась и чего ждут гонщики от очередного этапа на сочинской воде? Расскажем в нашем следующем сюжете. Участников национальной парусной лиги Сочи встречал в конце марта. Небольшой перерыв и лучшие яхтсмены страны вновь в нашей акватории. Город принимает второй этап престижной гонки. Хотя его ждали в Геленджике. Но планы изменились. Для того, чтобы провести полноценное соревнование, необходимо яхтенная инфраструктура. К сожалению, ее там в Геленджике пока нет. Хотя очень мэр города хочет, чтобы мы приехали. И мы договорились о том, что они необходимую работу выполнят к следующему году. Первый гоночный день по традиции начался с жеребьевки. За очки второго этапа высшего дивизиона приехали бороться 27 команд со всей страны. Команда «Артьюб РУС-1» – они представляют Москву и Таганрог в числе лидеров. Заняли на старте регаты в марте второе место. Планы – улучшить результат. Тем более, что сочинская вода часто приносит экипажу успех. Например, первое место на этапе лиги в 2016 году. Мы, конечно, имеем амбиции занимать первые места. Но в национальной парусной лиге очень сильный состав команд. Плюс формат регаты – это очень короткие динамичные гонки, которые длятся 11-12 минут. И маленькая ошибка, она может стоить места в турнирной таблице. Поэтому нужно меньше ошибаться, и тогда все получится. Меньше ошибаться позволит и погода. На первом этапе в марте с ней очень не повезло. В Сочи было достаточно прохладно и шел дождь. Ну а прогноз для яхтсменов на ближайшие дни – гоночная погода. Мне кажется, самое вот это место, напротив фестивального, самое замечательное, потому что тут и гоночная деревня, и одновременно набережная. И очень много, даже в прошлый раз, очень много жителей Сочи с детьми приходили, смотрели на гонки. А в такую прекрасную погоду, я думаю, что все получат наслаждение просто. Гонки второго этапа высшего дивизиона продолжатся в субботу и воскресенье. После гонщики отправятся в Конаково, Санкт-Петербург, Владивосток и Севастополь. Ну а в Сочи уже 20 апреля их сменят участники премьер дивизиона Национальной парусной лиги. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Урок на площади. Чемпионы по боксу проведут в Сочи открытый мастер-класс занятия. Под руководством олимпийского чемпиона Рахима Чахкеева и чемпиона мира Дениса Лебедева состоится 15 апреля на площади флага. Мастер-классы, показательные выступления, эстафеты по различным видам спорта проходят на площадях нашего города каждые выходные с марта этого года в рамках физкультурно-спортивной акции «Во славу воинов я посвящаю». В акции уже приняли участие более 800 человек. Ее суть – попробовать поставить какой-то свой личный рекорд и посвятить его воинам и труженикам Трудового фронта. На каждое из мероприятий обязательно приглашаются ветераны Великой Отечественной войны. Мастер-класс по боксу 15 апреля обещает стать самым ярким событием этой акции. В 11 часов спортсмены начнут разминку, затем прозвучат приветствия гостей. Показательные выступления проведут боксеры Сочинской спортшколы номер 3. А в полдень начнется мастер-класс под руководством олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева и российского боксера-профессионала чемпиона мира Дениса Лебедева. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире.